12 марта свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. В Чуваше их около трех тысяч. На территории республики действуют 11 исправительных учреждений. Какие задачи стоят перед уголовной исполнительной системой, расскажут мои коллеги Татьяна Трофимова и Юрий Марков. С Мирля приказываю вступить в караул по конвейерной осуждению. По маршруту номер 45 начальник караула капитан Арсентьев. По маршруту номер 46 начальник караула капитан Иванов. Задача – не допустить побега осужденных из-под охраны. С такого построения начинается каждый рабочий день сотрудников отдела конвоирования. Перед заступлением в караул все получают оружие. Оружие к осмотру. Оружие отрежено. Осмотрено. Задержка, спуск, предохранитель, пистолет к караулу. Отработка боевых приемов – тоже ежедневная работа. Силовые тренировки помогают поддерживать физическую форму. Ведь надо быть всегда на чеку, чтобы предупредить возможные чрезвычайные происшествия. Преступников перевозят в специализированных машинах разной вместимости. Самый большой – автозак на 32 места. Мини-камеры в салоне находятся под видеонаблюдением и под контролем самих конвоиров. Рядом с ними четвероногие помощники. Осужденные не должны проносить запрещенные предметы. Видео-камеры также выводятся на пульт начальника караула. Водитель-сотрудник и начальник караула находятся в кабине. Сам состав караула находится, как правило, у нас в кунге специального автомобиля. Что контролируют они, как и размещение осужденных, и в пути следния поведение за осужденными контролируют. Состав караула до пяти человек. Не отвлекаться ни на секунду, быстро принимать решения – это профессиональные обязанности конвоиров. Осужденных перевозят из одной колонии в другую. И в пути может произойти все, что угодно. Работать в режиме постоянной готовности нелегко. Мой личный состав, я считаю, на сегодняшний день, каждый из них понимает, где он проходит службу. У меня нет ни одного сотрудника, так называемого, постороннего, случайно сюда попавшего. Они все понимают, что от каждого из них зависит полная картина и положение дел в подразделении. За весь период существования подразделения не допущено побегов осужденных при конвоировании, попыток побега, нападение на личный состав караула. Сейчас конвойный отдел УФСИН Почувашии – это около 60 специалистов. Охранники, кинологи, водители – свой профессиональный праздник многие из них встретят на службе. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика.